МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот это твой стул. Приспытаешь, что ли? О, понимаешь, да? И так катаешься сюда. Ну что, вы готовы? Хотите верьте, хотите нет. Ты всегда так начинал программу, да? Я так быстро произносил, я думал, как он успевает это. Сам путался в чем-то словах. Сергей Прохоров и знаменитый Блев-клуб. Я обычно тем, кто приходит на эту табуретку, на это... Крутящийся стульчик. Да, на это удобное крутящееся кресло. Я всегда предъявляю какой-то фотодокумент, типа, вот мы с вами давненько не виделись, я тебе тоже предъявлю фотодокумент, вот ему четверть века. Вот это мы с тобой 25 лет назад. Да, это, наверное, какое-нибудь мероприятие после окончания КВН. Ни в коем случае. Это радио Балтика, запись программы, и это твой подарок по окончанию. Я вспомнил, вот такой мастерок, мастерок, да, на нем стопочки, это что было? Шесть штучек. И звоночек. И звоночек, чтобы собирать коллектив. Как правило, звоночек, чтобы кричать, алярм, я иду, отходите, у меня жидкость. Все, все, все. Вспомнил. Ну, вот это где-то 95-й, наверное, год. Хорошее было время. Вообще, вот сразу ты сказал, да, хорошее было время. Блев-клуб это 93-е началось, да? И лет 15 все это вот, ну, приблизительно. 15, да. То есть 11 на Питере, и где-то получилось 7 на культуре, но культура захватила еще параллельно с Питером. Ведь однажды произошла очень забавная ситуация. Ну, хорошо, что у нас хоть что-то захватила культура. Хоть кого-то захватила культура, в конце концов. Однажды произошла очень забавная ситуация, что сразу по двум программам, по субботам шла программа, сначала Питер, потом культура, как бы. И получилось, что один и тот же мужик в разных декорациях, в красном пиджаке, но вопросы даже получились одни и те же. То есть только разные гости получали одну и ту же порцию вопросов. Вот так вот в папке сошлось просто, так попало. А это ты не влиял на это? Нет, я не влиял, потому что мы в Питере сняли передачи и показывали их каким-то там по графику, по какому-то, и культура сняла тоже, и по графику. А ты не мог хотя бы вопрос-то поменять? А я же не знал, что они поставят. Так, я просто в Москву взял вопросы, которые совсем недавно отыграли в Питере. Вот я, например, тебе обещаю, что я здесь сегодня не задам ни одного вопроса, который задавал Ларисе Лупиан, партнер. Я верю. Веришь и правильно делаешь. Мы мальчики-дерочки, мы разные. Ну хорошо, ну в общем, я не только по этому принципу подхожу к работе. Расскажи мне, пожалуйста, мы... Давайте так, я уже совсем к старому материалу по перейду. Мы познакомились, конечно, в КВН-е. Это было еще в конце 80-х. 86-й, наверное, 87-й. Ну, 87-й, 88-й это сезон, в котором мы участвовали. Ну, а потом уже понеслось все формы взаимодействия и сотрудничества. Поэтому, действительно, давно знакомы, давно виделись. А как возникла идея Блев-клуба, в принципе? Потому что понятно, что начало 90-х при всей сложности этого времени, ну, так я имею в виду, в глобальном смысле, это как любой кризис, а это был кризис. Мы теперь это понимаем. Мы-то думали, что вот оно началось, а это был кризис. Иногда говорят управленческие неполадки. Ну, и летать. Это красиво. Это все, как правило, особенно молодых и глупых, подвигало к каким-то творениям. Ну, так оно и произошло. Все вдруг на ровном месте? Нет, ну как, знаменитая команда политех, которую ты тоже застал, да? Которую ты победил, надо было сказать. Да, которую вы победили. В полуфинале. Да, вот эта вот знаменитая команда, Александр Васильевич Масляков уговаривает ее играть в Москве. Она едет на фестиваль Днепропетровск, там ее режут, потому что, ты помнишь, это была политическая сатира. Они недовольны возвращаются в Питер и говорят, что мы не будем играть в Москве. Ну, не будете, не будете, их не взяли. И двое парней, которых ты тоже знаешь, Сережа Петровский и Виталий Млынч, которые были авторами этой команды, и потом они писали для городка песни. Вот, они придумали идею, вот, блеф-клуб как бы, да? И поскольку, вроде как бы, ведущий был в Кавове, они говорят, а Прохоров пусть и проведет. Поскольку других ведущих, кроме Прохорова, они тогда не знали. Они не знали. Говорят, пусть Прохоров тогда и будет, как бы. Ну, вот мы сняли пилот в Доме ученых, принесли его на телевидение. Там, конечно, вот эти вот вопросы финальные, верите ли вы, что новичкам невыгодно травить старичков, видишь, в духе времени, да? Вот, там эти вопросы понравились, и, соответственно, мы как бы так вот... Ну, Доченька, а ты уже тогда был в курсе разработки? Нет, это о том, что я все-таки так еще хоть в стол напишу, да, когда я что-то время все-таки учитываю. Поэтому где-то для себя, где-то для того, что мы сейчас начали опять новый блеф-клуб снимать, пусть даже для Ютуба, по крайней мере, попытки. Вот, эти вопросы, они очень понравились, заинтересовали телевидение, и нам дали добро. Мы это начали снимать. После 16-ти передач нас вызвали на петербургское, тогда петербургское уже телевидение, вот, сказали, ребята, больше мы вам самодеятельностью заниматься не дадим, берите профессионального режиссера, ну, как-то так меняйтесь. Мы взяли Алексея Рябаконь, который снимал вот знаменитые сериалы, да, «Али Баба» и «Сорок разбойников», «Изоб», ну, человек, который сделал много для нашего телевидения, и как-то так вот получилось. Ты сказал две фразы, которые требуют звездочки, да. Значит, во-первых, ты сказал про пилот, который был снят в Доме ученых в Лесном, ну, может быть, кто-то не знает, что Сергей Анатольевич в данном контексте, он директор этого самого Дома ученых в Лесном. Что 30 лет. Да, на секундочку. И это, про 30 лет сейчас тоже поговорим, и это на сегодняшний день, ну, едва ли не главное, не основное занятие. Причем ты никогда не терял и не бросал это занятие. То есть ты там ходишь среди ученых, такой кот ученый, влажничаешь, говоришь, куда фанеру поставить, и хозяйствуешь? Ну, хозяйство это ты правильно сказал. Ученых там не так много, там в основном... Лесные. Дети, дети, которые как бы вот входят в политех, и я надеюсь, станут учеными, и однажды даже я уже руководству университета предложил, давайте назовем Дом юных ученых, ну, чтобы вот хоть немножко разместить Дом ученых, так раздвинуть и поставить юных, потому что у нас в основном доп. образование. Вот. Ну, эта идея пока не очень понравилась, но то, что мы готовим детей, которые привыкают к этому месту, к этому парку, к этому вузу, потому что понятно, что иногда мы место учебы, место работы выбираем, чтобы это было поближе к дому, да, вот, поэтому они привыкают к этому месту, и это хорошо, и слава богу, что 30 лет меня уже в политехе, ну, я не знаю, терпят, не терпят, но разрешают вот заниматься вот этим дополнительным образованием для детей. Я уж не помню, бывал ты вот в Доме ученых или не бывал. Ну, я у тебя не был. Не был, да. Так вокруг ходил. Ну, это, знаешь, такое вот любимое место, когда все сделано все твоими практически руками, то вообще я считаю, что любую работу человек должен любить, понимаешь, вот я, когда занимался блеф-клубом, я любил это дело. Вот есть Дом ученых, я люблю это дело. Когда у нас были радиоверсии блеф-клуба, там, да, на русском, я не знаю, можно ли называть, и на русском радио, и на льдорадио тогда, я тоже любил это дело. Ну, знаешь, когда посмотришь шифры. Вот, когда я провожу праздники, мне тоже нравится это дело, понимаешь, я не знаю, вот, мне кажется, так, я уже об этом говорил, что если бы я был дворником, я бы делал красивые сугробы, понимаешь, вот так, ну, по крайней мере, так вот трамбованные, там, я не знаю, что бы они не мешали людям ходить, что бы, вот, знаешь, ну, не знаю, вот мне, вот за что я не берусь, мне нравится. Я считаю, что человек, когда он любит свою работу, он счастлив. А если тебе не нравится, ты не берешься? Ну, не может же быть такое, что в жизни, учитывая, что ты два года провел в армии, тебе не приходилось делать то, что тебе не нравится. Фелик, я тебе могу сказать, что в армии мне очень нравилось. Я тебе, вот, никто, ну, поверьте, пожалуйста, но в армии я прослужил 11 дней лишних. Меня демобилизовали в 78-м, 1-го ноября. Но ты недорассказал анекдот, и поэтому остался. Я 11 дней еще служил, меня командир рот, он говорил, Прохоров, уходи из счастья. Но поскольку я служил в штабе, я ночевал в штабе. То есть мне нравилось. То есть я уезжал, я понимаю, что этого больше никогда в моей жизни не будет. Потому что, как Никита Сергеевич Михалков, я могу про армию рассказывать часами. Там столько смешных, забавных историй. Просто вот это было... Хотя была и дедовщина, все было. Я когда, помню, меня первый раз разбудили, ночью вдруг ни с того ни с сего и сказали, иди за хлебом на хлебозавод. Не знал, куда идти, зачем, кому это нужно. Что, оказывается, вот этим дедам нужно было принести там пару буханных хлеба. Но рядом был товарищ, который показал, все, и я сам наелся. Потому что мы тогда первые два месяца в армии... Я не знаю, ты служил, не служил? Вот. Первые два месяца в армии всегда хочется есть. И поэтому хлеб ты носишь, я не знаю, там в кармане брюк, там, я не знаю, в гимнастерке. Если это зима, то в шинели. То есть всегда корочку хлеба ты носишь. Потом ты привыкаешь уже. И все. Армия – это просто вот... Это любимая тема. Понимаешь? Поэтому даже в армии, Феликс, не удивляйся, мне нравилось служить. Все, хорошо, ладно. Пойдем тогда от самого начала. Во-первых, мне в ухо все время жужжит режиссер программы по поводу того, А я его не вижу. У тебя вот распрятано ухо с той стороны, да? У меня ухо есть и с этой стороны. Вообще у меня два с каждой стороны по одному. Я ничего не прячу от тебя. Все на виду. Ну, у кого-то бывает третье. Ну, это другое. Третий глаз-то мы тоже не видишь пока чакры не раскрылись. Так вот, жужжит мне режиссер по поводу того, что приятель твой не меняется. Все, не меняется, да не меняется. Я это просто... Это от режиссера тебе привет. Нет, спасибо большое. Но это у меня тоже есть уже заготовленные истории. Да? Нет, вы сейчас заготовленные расскажешь, потому что если смотреть Википедию, там стоит год рождения. Можно же сказать, да? Конечно, конечно. 58-й. 58-й. 62-й. 62-й. Тебе сейчас? Да, я пенсионер. 62-й. 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 Да. Как ты позволяешь себе так выглядеть? Я всегда рассказываю... Неприятно. Я понимаю, что тебе неприятно. Я всегда рассказываю эту тему, что вот у жены очень много всяких кремов я покупаю. И она вот... Я когда смотрю, как она нерационально использует, она до конца не выдавливает. Понимаешь? Выбрасывать жалко. И поэтому я начинаю туда в эти тюбики, в эти баночки залезать. И все, что там остается, я все это на себя, на себя, на себя, на себя, на себя. Вот поэтому так. Додавливаешь за женой? Додавливаешь. Додавливаешь. До нашего? До нашего. Поэтому я не знаю. Но потом, не знаю, я все время работаю в хорошем коллективе. Вот опять же, где бы я ни работал, всегда... Слушай, мне кажется, что там вот подвох есть, конечно, в той фразе, которую ты сказал чуть раньше, про то, что ты все делаешь с удовольствием и хорошо. Потому что ты не брался и все тебе доставляет удовольствие. Это, конечно, тоже нервирует тебя? Людей. Ну, как бы, ты подумай вообще об окружающих. Так нет, мне кажется, к этому должны все стремиться. Вот чтобы работа нравилась, понимаешь? И так в 58-м году ты родился на Петроградке. Да. Нет, я родился на Васильевском острове. А потом переехал. В больнице Отто, да. И первые два года мы жили рядом с 30-й математической школой прямо напротив Василиостровской, станции Медрота. Да, ее там не было. А потом мы переехали на Петроградку. Из-за того, что метро построили? Нет, нет. Потому что просто, наверное, дали... Я даже не знаю. Вот я же не помню, что было в два года со мной. Понимаешь? Но мы переехали все равно. Я так понимаю, с коммунальными мы переехали в коммунальную. Там у нас было пять квартир. Клев, спрашивая тебя про коммунальную квартиру смысла нет? Смех, вот. А дальше уже я помню. А дальше я помню. Прямо напротив стадиона Петровского, тогда еще имени Ленина. Да, да. Охна, правда, у тебя... Во двор выходили. Вы выходили на стадион? Во двор, да. У нас были две вредные очень бабки. Вот одну из них я даже подкладывал кнопки под ее стол, потому что на кухне... Ты жил в коммунальной квартире? Да нет, к счастью. Вот. На кухне у каждого свой стол. Комфорка распределенная. Я так-то видел. Например, правая это твоя, левая это уже чужая. Но если этого человека нету, то ты можешь иногда под шумок воспользоваться. А иногда нужно было спрашивать разрешение, что можно мы займем вашу комфорку. Это сейчас называется open space. Да. Бабка была очень вредная, такая Наталья Степановна, по-моему, Скворцова. Вот. И она ходила в валенках все время. Я не знал, что валенки очень толстые, поэтому я все время подкладывал ей кнопки под дверь. Мне казалось, что таким образом... Она меня все время я не знаю, почему, хотя у меня были родители и жили бы вроде вместе с ней, но потому что я был такой чернявый, наверное, неугомонный. Вот она меня все время... И мне было это очень обидно. И я вот ей кнопки. Коня украл. Да, я ей разбрызгивал под дверь воду, разбрызгивал. Ну, не нравилась она мне, потому что она все время на меня наезжала. Если говорить о коммуналке вот этой, кроме вредных бабок и такого ощущения, какая-то конкретика, которую ты вынес из этой коммуналки, и она с тобой всю жизнь. Да, конкретику, я даже, наверное, вот из коммуналки, потом из армии, что нужно уметь уживаться с любыми людьми. И с хорошими, и с плохими. Ну, с хорошими понятно, что это проще сделать, да, если человек хороший. Но когда человек, может быть, не очень хороший, а есть такие люди все-таки в нашем обществе, в нашей жизни, они приходят иногда. Вот. Поэтому надо уметь с ними тоже как-то контачить. А школа чему тебя научила? Школа? Я учился хорошо, я учился хорошо, но по поведению у меня всегда были маленькие проблемы. Да я прямо вижу, что у тебя пионерский галстук к нему завязан. Нет, пионерский галстук, я пионером, меня не приняли в разливе, не приняли в разливе, я заболел тогда, но зато приняли на Авроре меня в пионеры. То есть я долгие годы был председателем совета отряда, вот, всегда ездил в пионерские лагеря, из которых я хотел убежать, я копил деньги, я не ела мороженое, мне все время хотелось из лагеря удрать первые два-три дня. Потом мне эта вся атмосфера очень нравилась, и я уже вот как-то так в эту жизнь входил, и потом уже с неохотой уезжал. По жизни мама всегда говорила, что артисты, хоккеисты и футболисты это люди немножко выпивающие, поэтому мне там делать нечего. Вот. И поэтому я сразу понял, что в театральное нельзя поступать, в футбольную секцию мама меня не пускала, она почему-то считала, что я должен заниматься стрельбой из лука, потому что у меня длинные руки. Я не знаю, почему, может, поэтому я пошел в баскетбол, хотя я сам пошел в баскетбол. Я занимался большим теннисом немножко в начале, в самом вот. То есть я был такой очень спортивный парень, потому что район спортивный. Тебе надо было в Москву переезжать, потому что там же у всех длинные руки. Да-да-да. Не, ну куда тут этот родной город, к его привязан. Ты не пошел ни в артисты, ни в спортсмены, потому что там немножко выпивали. Там немножко выпивали. А смущало слово немножко, хотелось большего, или мама смущала в принципе наличие выпивания. Нет, ну, конечно же, я так, если честно скажу, бабушка. Вот я всегда люблю эту историю рассказывать, как я в церкви, в князь Владимирском соборе, да, то есть я не знал, что это когор. Я думал, что это такой вкусный чай вот в этих рюмочках за 30 копеек. Поэтому, когда мы ходили туда с бабушкой, а бабушка у меня была верующая, я вот за вот эти вот чашечки чая, я иконы... Я знал все иконы, где находятся в соборе. Вот однажды я даже туда привел пионерский отряд, мы возвращались 19 мая с праздника в шортиках, в белых рубашках. Был хороший май, теплый. Вот, и мы туда зашли. Вот, и я хотел показать, где все иконы находятся. Так, с непокрытой. Где казанская была Божия Матерь. Вот, ну, в галстуках было нельзя, на нас зашипели, мы ушли. Поэтому бабушка мне перед обедом иногда, чтобы родители не знали, наливала к огурчику для аппетита. Вот, то есть понятно, что в Новый год не разрешали шампанское, но первый раз осознанно я вообще попробовал, я не знаю, можно говорить про название этого напитка. Портвейль? Он красиво назывался «Жемчужина России», но по вкусу, по-моему, был портвейль. Я попробовал, когда поехал на теплоходе, по-моему, вот первый, ну, для себя первый, это на Влаам. И там вот это вечер знакомств, мне было уже... Это осознанно я выпил. До этого только вот поправить. С церковными листами исключительно связано. Вот тогда в молодости, да. За Когором бегает письмо с Владимирской, а выпить реально, ты едешь на Влаам. Да, на Влаам. Вот я помню, тогда на теплоходе там кормили в первую смену, во второй, мы ели во вторую. И вот тогда я попробовал первый раз в жизни осознанно, без родителей, да. То есть... Вот. То есть я был хороший, я не курил, я не пил, спортом занимался. А как я теперь смонтирую то, что сказал до этого, с фразой «я не пил»? Ну, я же, понимаешь, ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Иногда люди, знаешь, признаются, я готов признаться, что я в своей жизни два раза был пьяный. Два раза был пьяный. Вот когда, ну, совсем плохо. Все остальное время... Все остальное время тебе просто было хорошо. Все остальное время я могу выпить на там бокал, два бокала хорошего вина, мне это очень нравится. А два раза я был пьяным, я это помню. Один раз в армии. Хлебушек забродил в кармане. Нет, так просто получилось. А второй раз на празднике в Суздале, когда Олег Павлович Табаков, мороз, 26 градусов. А в Суздале, там, знаешь, в Суздале славятся огурцами. Вот, и вот это, значит, зимний праздник, праздник русской сказки. Я, значит, веду этот праздник. И чтобы не замерзнуть, я все время подходил, мне говорят, Серега, нужно выпить водочки и закусить огурцом. Ну, я так и делал. И как-то так вот хорошо, хорошо, а потом, когда ты с мороза заходишь в теплое помещение, там сразу рубят. Но все обошлось? Все, все. Программа закончилась? Нет, программа закончилась. А ты в теплое зашел? Программа закончилась, и даже никто не заметил, вот, что... То есть язык все работал, мозги все работали, все правильно, все хорошо. Даже Олег Павлович ничего не замерил, ничего не сказал. Ну, а чего ему говорить-то, в конце концерта? Ты в армию пошел до института? В армию нет. Я сначала... И ты поступил и пошел? Нет, нет, я хотел, поскольку все-таки мне, как знаешь, это люби себя в искусстве и будешь при капусте, мне хотелось бы быть как-то поближе к искусству, я поступал в институт киноинженеров и не поступил туда. Вот. И поэтому нужно было куда-то устроиться на работу, чтобы зарабатывать деньги. Я пошел учиться в ЛЭТИ на вечерний. А сейчас бы мог вот на месте оператора быть. Да, 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 да. Вот так нависать над нами. Вот. И я пошел учиться в ЛЭТИ на вечерний, работал в институте Пастера, вакцина против кори и паротита. А как ЛЭТИ? Первая вакцина против гриппа профессора Смороденцева. А рядышком там, во-первых, ЛЭТИ, они же там рядышком, и на Скороходово. То есть ты учился одному, а практиковал у другого? А мне нужно было просто найти работу, я вышел на Кировский проспект, вышел на Кировский проспект, заходил во все институты и везде спрашивал, вам нужен лаборант? Вам нужен лаборант? А мне говорят, нет-нет-нет-нет. Когда зашел в институт Пастера... А почему лаборант? Название красивое. Понимаешь, а как я скажу, рабочий, что ли? Кладовщик? Кладовщик, это ж надо знать учет. Кассир? Нет, нет. Вот именно лаборант почему-то. И когда я пришел в институт Пастера, там он говорил, нам лаборант не нужен, потому что это все-таки нужно иметь специальное медицинское образование. А вот препаратор мы вас возьмем. Ну, я понял, что препаратор, по крайней мере, не резать кого-то. Это просто вот такое красивое название рабочего, как я понял. Там я отработал полтора года, и меня забирали в армию, но не забрались первого раза, потому что институт Пастера написал письмо, что... Что ты препаратор, и тебя не рискнули брать. Да, я препаратор, что к нам поступили американские установки. И я один знаю, как эти установки запускать, поэтому меня оставили, я полтора года там отработал, потом сам все-таки захотел, пошел в армию. Два года отслужил в Омске, 76-78 год. То есть морозоустойчив? Морозоустойчив, да, как раз пошел служить в ноябре, и закончил тоже в ноябре. Мечта! Омск, осенний призыв. Омск, классно вообще, хороший город, миллионник, вот, и мне как-то понравилось. Потом, знаешь, вот я, ну, когда я уже вернулся, я гордился тем, что в Омске висят, например, вот эти вот работы, поскольку я в армии занимался, ну, был как бы писарь, чертежник оперативного отделения. Оперативное, это страшное слово. А почему писарем ты сразу в армию оказался? Я в школе делал стенгазеты, и поэтому, когда нас привезли в спортзал в армии, зашел офицер, он сказал, я из Ленинграда, моя фамилия, капитан Ульянов. Кто из ленинградцев умеет писать плакатным пером? Я сказал, я. Он сказал, пошли, покажешь. Меня привели, я показал. Он сказал, берем, и само слово, оперативное отделение. Понимаешь, оперативное отделение штаба дивизии. Красиво. Я всегда любил красивые названия. В пастере, еще раз. В пастере препаратором. Препаратором. В пастере. Я и препаратором могу, если надо, не только пером, понимаете. Это же было интересно, носить вот эти вот вакцины, работать в женском коллективе, кормить животных, вивали. Это не по армии. Это не, это я произнесу пастера, да. Таскать первую вакцину профессора Смородинцева против гриппа вообще. Рядовой, проснитесь, вы уже служите. Гарь, у вас трудные моменты в армии были, или тоже все с улыбкой, с удовольствием, хлеб в кормате? Да нет, ну, конечно, я помню, вот сразу же я, когда в армию пришел, там вот этот карантин, и после карантина, буквально через 15 дней, все-таки Омск, там температура-то бывает иногда и минус 20, и минус 30 в декабре. Да и больше. Вот, и воспаление легких. Я оказался в медсанбате, вот, и где-то, наверное, месяца два нас там лечили. Причем, когда банок не хватало, то ставили стаканы, иногда трехлитровые, литровые банки можно было поставить. Я тоже научился ставить трехлитровую банку человеку на спину, он чтобы вытягивало, туда фитиль заносишь, и вставишь, она присасывается. Это сейчас такие банки пластиковые, ее там смазал, бальзамом сюда прицепил, она встала. А раньше для того нужно было фитильчик засунуть туда. Нет, это я в курсе, я просто писал себе трехлитровую банку. Трехлитровую можно было поставить, фитиль держишь подошь. Да ничего, в шутку же, это ж недолго так вот. Вот, и самое интересное, что... Если эта спина прям не спина, так это ж ее засосет полностью. Ну, чуть-чуть, мы с ней долго ее ставили. Но самое было интересное, что когда, значит, медсанбате... А вам приколоться надо было или вылечить человека? Приколоться, приколоться. А, приколоться, тогда можно. Ну, и вылечить тоже, так же и меня, что же таким образом вылечили. Потом я помню капитан вот этого медсанбата в Омске, ВЧ-22-306, капитан Трубников, он меня вызывает, когда уже там до выписки оставалось дня три. Он говорит, Прохоров, рядовой Прохоров, вы, как вот, не хотите остаться в медсанбате? Я говорю, почему? Он говорит, ну вы же вот... А я там начал уже рисовать. Вы же трехлитровый банк. Газету новогодний рисовать там, еще что-то, плакатным пером писать, им что-то оформлять. Он говорит, давай в медсанбате, останешься, смотри, как хорошо здесь медсанбате, у нас медсестры. Там такие две сестры были, ну, двойняшки, близняшки. Ну, красавец, просто блондинка. Он говорит, у нас тут медсестры, будешь служить, ну, не служба, а мед. Я говорю, нет, меня должны взять писарем оперативное отделение, опять же, название красиво. Ну, и дурак. Была служба в оперативном отделении с офицерами. Да, то есть я... А тебе прямо вот надо с офицерами? Нет, нет, так получилось. Нет, но ты променял двух медсестерок. И на кухню были, и наряды на кухню были. Так, рядовой Прохоров, еще раз, ты променял двух медсестер-близняшек в отделе на офицеров. Да, на офицеров. Объяснись. Не, ну, потому что, знаешь, вот, я не знаю, у меня всегда так по жизни было, что и потом уже вот в институте, когда в Корабелке, у меня все время были люди, с которыми я общался, они были немножко все старше меня. Мне почему-то вот, ну, интересно было общаться с людьми, которые старше меня. То есть, если бы это были не сестры-близняшки, молоденькие, а уважаемые врачи, доктора наук лет 58, тебе бы это подошло. Ты про это. Да, может быть, про это. Вот, я еду с полковником, такой полковник у нас был Николай Николаевич Бахмутский. Три военных образования, человека, который вот полтора года я служил с ним, я ни разу от него не слышал матерного слова, потому что вот кто в армии не служил, он, может быть, не знает, но все равно, это мы кино так привыкли смотреть, там, я служил на границе или еще, там, рядовой Прохоров, выполнять приказ, есть! И побежал. А тут рядовой Прохоров, на самом-то деле, рядовой Прохоров, и там пошел трехэтажный, выполнять приказ. Говоришь, есть, но потом еще вдогонку тебе... И два этажа достраиваешь. Да-да-да, и достраиваешь, как бы. Вот за полтора года самое ругательство у него было, когда он злился, это «Е-мое!». Вот он просто говорил «Е-мое!». Это вот самое у него было страшное ругательство. Это был офицер, от которого я, он был начальником оперативного отделения штаба дивизии, я выходил, поворачиваясь через левое плечо в штабе, потому что от других офицеров я мог разворачиваться через правое плечо. То есть там не обязательно было. Даже от комдива я выходил, разворачиваясь через правое плечо. У нас... Ее лунный пакет тоже было. Да-да-да, комдив и начальник штаба были оба Сидоровых. Оба Сидоровых. Один Анатолий, другого я уже не помню. Вот. И оба генерал-майора, как бы, да, то есть в звании. Вот. И было очень забавно, когда, значит, ну, поскольку все-таки писарем работал, я мог расписываться из-за того и из-за другого. И когда иногда офицеры забегали, так, и говорят, за Сидорову распишись, я говорю, за какого? За комдива? Чш-чш-чш. За какого? За начальника штаба. Но однажды, знаешь, когда было очень забавно, я сижу, рисую какую-то карту в Новосибирске, и вдруг заходит офицер, ну, знаешь, он без кителя, он просто в рубашке, у него погоны, и здесь две звездочки. Я думаю, прапорщик. Просто вот такие армейские погоны, зелененькие, он в рубашке заходит, такой серьезный дядька, так, вот, а я сижу, рисую, так, он заходит, так, я на него посмотрел и дальше рисую. Он так, рядовой там, я не знаю, как бы, а вообще, при генерал-лейтенанте на усилие вставать. Я тут все в лице изменился, вскочил, извините, там, все. Товарищ прапорщик, извините. То есть, конечно, было забавно. На пару минут прервемся. На рекламу. Да, ну, естественно, ты же в курсе, видишь, тебя не проведешь. А потом все-таки, ну, никуда мы не денемся, мы про блевку будем говорить. Хорошо. Скоро. Никого пудрить не надо. Вперед. А голоса в голове, это откуда? Помолчи, помолчи. Давайте, поехали. Мы продолжаем видеться после того, что мы давно не виделись. Сергей Прохоров отслужили. Мы с ним только что демобилизовались. И дальше скачком просто прыгаем к блевклубу поближе, как договаривались. Ну, потому что хотите верьте, хотите нет. Блевклуб, да. Кстати, хочешь посмотреть на эту заставочку знаменитую? Мы же готовились. Вот это вот, когда нечто похожее на дартс превращается в шляпу, надетую на голову Сергея Прохорова. Дайте нам заставку, чтобы Сергея вернуть в это состояние. Болевклуб. Да. Ну, мы же ее сделали буквально на втором году жизни программы. И вот она, по существу, 9 лет, она не менялась, как бы, и у многих очень в памяти осталась. А до этого были там другие разные... Бесила тебя? Нет, мне как-то так нравилось. Я привык. Многие так вот даже шутили. Знаешь, иногда блевклуб, да. Вот так вот. То есть я уже знал, что этот разговор идет про тебя, про себя, про меня. Мы сами монтировали. Может быть, настолько она уже приелась, как бы. Мы же сами были редакторами. Ну, ты же человек, которого все радует. Все радует, да. Прекрасная заставка. Ну, 10 лет, ну, 12, одно и то же. Блевклуб, да. Прекрасная заставка. Очень, очень нравится. Я понял, что она уже старая, но все равно она была, как бы, да. Потрясающий набор игроков. Прошел за эти один. Да, отметить, потому что вот сейчас особенно, когда... А сейчас есть такая возможность. Ты серьезно, по-моему, занимаешься этим вопросом. Я имею в виду то, что вы на Ютьюбе творите. И там прямо такая подборка. Там игры неполные, конечно, покоцанные, порезанные. Но персонажи, персонажи, особенно сейчас, когда прошло определенное количество лет. И сейчас начинаешь прикидывать. А ведь тогда это было возможно. А сейчас я не знаю. Пришли бы люди такого масштаба? Ну, как Александр Собчак, например. Например. И для Ульянов, как бы. А это была одна и та же игра. Да, одна и та же. Собчак играл с Ульяновым. Я ровно тебе про этих людей и говорю. Вот люди такого масштаба. Сейчас бы пришли обманывать друг друга и играть с картами и рассказывать истории. Я думаю, что, наверное, сейчас нет. Хотя, понимаешь, ведь нужно, наверное, все-таки попробовать иногда. Просто предложить. Мы иногда просто думаем, что эти люди не придут в программу. Может быть, они и не знают о ее существовании. Но попробовать предложить. Ведь тогда Анатолий Александрович пришел. Я понимаю, что его привел Рудольф Фурманов, как бы, да? Давайте посмотрим, как Анатолий Александрович Собчак... Разыгрывал с трехкомнатной квартирой? Нет, там просто достаточно будет вашей приветственной встречи, речи. Пришел в Блев-клуб. И сегодня за игровым столом нашего Блев-клуба будет играть мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак. Верите ли вы, что вы сейчас одним движением руки сами себя сделаете арабским падишахом? Ну, почему нет? На телевидении все возможно. Все возможно. Это действительно так. Тогда я микрофончик подержу, а вы, если можно, своей рукой, ведь я же сказал, что своей рукой, вы наденьте эту маску и скажите несколько слов. Ну, откликались же, видишь, как. А то есть, несколько слов. Ну, как падишах, я должен был бы привезти сюда и свой гарем. Где гарем? Гарема нет. Гарема нет. Но тогда на первый случай я объявляю всем заключенным моей империи амнистию. Видишь, как в маске, политически глобально. Давайте нас сразу из той же игры Ульянова посмотрим. Да, да. Вы знаете, что я играю 27 лет Жукова в кино? Знаю. А что по этому поводу думает товарищ Жуков? А что по этому поводу думает товарищ Жуков? Как-то по Москве я собрался поехать на дачу, надел такую камуфляжную куртку. Тогда еще это не было вот так модно, как сейчас, и так обильно, как сейчас. И нарушил правила правления. Ко мне подошел человек, милицейский, посмотрел на меня и сказал, вы военный? Я сказал, я Жуков. Проезжайте, сказал он. Вот он поверил, что это Жуков. Я тоже верю. Это действительно было? Это действительно было. Я угадал. Угадал. Вы, правда, меня не спрашивали, но я все равно угадал. Михаил Ульянов. Ты ощущал масштаб личностей, вот когда такого масштаба люди у тебя были? Ты чувствовал что-то в этот момент, кроме робости? Или робости не было? Робости не было. Я не знаю, знаешь, вот как-то мне кажется, что... Ты предложил начальнику надеть на голову резиновую чушь и, соответственно, в этом образе произносить тексты. Ты понимаешь, вот когда, опять же, вот школа, там вот участие в спектаклях, потом студенческий театр, как бы, да, тоже участие в спектаклях. И для себя я вот выработал такую историю, что вот там в кулисах ты можешь стоять, трястись, бояться. Тебя может там охватывать, там, это вот дрожь, вот перед выходом на сцену. Но когда ты вышел, ты должен стать не то, что таким вот, знаешь, ну, хорошим нахалом, то есть уже не бояться ничего, добрым нахалом. Не просто вот нахалом, как иногда бывает. Когда в кадре. Вот, когда в кадре, да. То есть вот должно что-то произойти такая штука. Вот она, сцена, кадр, она должна давать какой-то такой толчок. Поэтому я, понятно, что не боялся. То есть я понимал, кто передо мной стоит, я понимал, кто передо мной стоит, но я не боялся. Да, вот фотография, где мы с тобой 25 лет назад, с которой мы начинали, это клуб дилетантов была такая. Я помню такая передача. И вот в этой программе были как раз Иоанн Анатолий Александрович, Собчак в свое время и, соответственно, Ульянов. Люди же совершенно свободны были во все времена, что называется. И когда у меня был хороший кофе, там, спонсор программы, и когда я дошел до этого самого момента, когда, ну, это радио, да, никто ничего не показывает, пачка лежит на столе, потому что я ее потом подарю. Вот, и я говорю, там, кофе такой-то, значит, спонсор нашей программы, кофе такой-то. И Михаил Александрович мне прямо, ну, как бы, вот я еще не дозвучал, и он мне тут же, кофе вреден. И все. И у меня так реклама и вышла. Замечательным образом. Мне очень нравится история, когда Дуров тебя разыграл. Дура, да, да, да. Когда вы совместно, он рассказывал, ты показывал анекдот. Василий Иванович Чапаев с Петькой лежат в окопе. Я кружку уберу, чтобы не мешало. И Василий Иванович говорит, говорит, Петька, посмотри, по-моему, в Рангельский танк ползет. А Петька говорит, да нет, это наивный Сережа, бутылку с пивом двигай. Он замечательный был артист, и он как-то так очень трепетно относился к нашей передаче, когда вот мы стали снимать на культуре, как бы, да, и очень часто, ну, редактор спрашивал, а вот кого приглашать? Я говорю, зовите, кто у нас в Питере сыграл, с кем мы знакомы. Вот, и тогда будет проще, просто мы уже друг друга знали, уже проще будет взаимодействовать. Всю жизнь, говорю, зовите артистов, которых, которые уже играли были в клубе, которых я знаю там по жизни, в концертах где-то принимали участие, в праздниках. А там же ведь нельзя было. Клара Новикова, это, извини меня, аншлаг там, да, Леонид Икобойч, это лицо Первого канала, Юра Гальцев, это шоу-бизнес, там, Юрий Лазар, это шоу-бизнес, Валерий Сюткин, это тоже шоу-бизнес. Шоу-бизнес на культуре не может быть, там, так же, как слово водка, эротика, президент, Белоруссия, Украина, это нельзя произносить эти слова. На культуре. То есть на культуре могут играть только Башмет, Растрофович? Нет, нет, там, конечно, играли разные люди, но на культуре, вот если, опять же, вот в нашем блевкуе, почему он был немножко другой? Там вопросы у меня никто не проверял. То на культуре, на культуре, вот эта папка с вопросами, которую я открывал, в нее смотрел редактор, и она говорила, вот это убираем, это убираем, это убираем. По принципу водка, секс... Да, 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 например, вопрос, верите ли вы, что перед сексом черепахи возбуждаются годами? Нельзя, потому что есть секс, слово, да? Верите ли вы, что собаки, которые работают на моржне, когда учуют наркотики, они начинают радостно лаять и гавкать? Нельзя, потому что есть слово наркотики. Вопрос, например, верите ли вы, что автомобили АК в Африке пигмеи используют в качестве микроавтобусов? Мне сказали, что я обижаю отечественный автопром. Я говорю, а его... Да меня никто, говорю, не обидит. То есть ты не расистом выступил в данном случае? Нет, расистом я выступил, когда я задал вопрос, верите ли вы, что в Эстонии наряду с быстро растворимым кофе существует медленно растворимый кофе. Я, оказывается, национальный вопрос поднимаю. И было очень смешно, когда 2007 год, я задаю вопрос, верите ли вы, что в Пекине во всех парадных висят фотографии участкового милиционера, чтобы жители подъезда знали, как выглядит участковый? Редактор смотрит так, говорит, вычеркни. Я говорю, Вер, почему? Я говорю, я пойду, жаловался, говорю, наверх. А она говорит, вычеркни. Я говорю, почему? Объяснить можешь? Она говорит, уж больно хорошо. А я хотел сказать, люди, давайте в наших подъездах парадных, как хотите, там, Москва, Питер, называйте, как хотите. Повесьте фотографию участкового, чтобы мы хоть знали, как он выглядит. Если я хоть встречу его однажды в форме или без формы, я скажу, здравствуй, там, Николай Иванович. Приятного участкового. Здравствуй, участкового. Именно четвертое, следующее уже. Да-да-да. Слушай, ну давай тогда наверстаем это упущение, коль тебе не давали приглашать в то время лиц, в том числе первого канала. Вот сейчас пара лиц этого самого первого канала в гостях у тебя. Причем одно лицо первого канала там настолько на заре своей творческой юности, что просто больно смотреть на это тощие тельце под шикарной шевелюрой. Молодой Дима Нагиев. Я вот слышал, что ты, честно говоря, секс-символ. Докатились слухи. Да? Вот чего секс-символ, Дим? Всего. Нет, что так? Это Алиса подсказала. 8 треф. Нет! Что нет? Нет, да! Это Довлатова тогда играла. 8 треф. Ну что, раздевается? Раздевайся, раздевайся. Секс-символ раздевается! Да, Матрев? Нет. Чего нет? Не верь. Не верю. Не веришь? А зря. Еще что ему снять нужно? Часы. Так теперь что делать? Дальше играем. И давайте сразу, без паузы практически. Смешно сейчас смотришь, конечно. Ну, в Ютубе по просмотру, тогда, когда мы выложили эту программу, там больше всего. Вот это, да? Конечно, конечно. Просмотров. Дима Нагиев. Там самые все-таки идут Галкин, Ваня Ургант и Дима Нагиев. Ваня Ургант. Ваня Ургант, когда играли все Урганты. Все семейства Ургантов. Знаете, в общем, тоже лицо. И тоже, прямо скажем, сейчас на кадрах будет молот. Вот у меня прямо с бумажкой. А бумажка очень придает вкус целлюлозный. Ну, вот, собственно. Да, и действительно, заварится и будет главное, что... А я даже знаю новый способ, знаешь, новый способ вот пить чай. То есть я знаю, что вот некоторые люди, когда только вот такой чай в пакетиках появился, они знаешь, как его пили? Они, знаешь, так вот засовывали и кипяточек. А я видел этих людей потом. В травматологии они уезжали все, наверное, знаю. Слушай, Ванька, сразу подхватывал. Молодой, а уже шутил. Ну, с папой они же вместе вели театральные марафоны. Вел Андрей, и как бы вот Ваня уже тогда вот пробовался. Впитал. Да, впитал, конечно же, вместе с папой. Слушайте, ну, бесконечно можно, конечно, пересматривать вот эти старые фрагменты. И мы еще, я уверен, парочку посмотрим. Но в очередной раз я согласен с нашим режиссером. Да чего же неприятно. Вот он там сейчас на экране, ну, практически такой же. То есть он такой же, как здесь, только у него там грим немножко другой. Эти люди, понимаете, уже облысели, я про ноги его в данном случае, и возмужали. Этот все такой же шевелит усами. Как говорил один мой знакомый, выстинно она есть у каждого человека. Просто у некоторых она еще покрыта волосами. Давайте мы через пару минут продолжим, еще пару фрагментов вам обещаем. Сергей Прохоров. Блев клуб и не только. В программе давно не виделись, продолжаем вспоминать. И ты же прямо вот тогда еще не знал этого слова, но уже хайпанул в свое время, когда пригласил будущего кандидата в президенты и практически заставил петь неокрепшим детским голосом. Ксения Анатольевна. Давайте посмотрим на Ксению Анатольевну, тогда еще просто Ксюшу в гостях у Сергея Анатольевича. Да. Ксения, добрый вечер. Я сразу хочу сказать, что это дочь мэра нашего города Анатолия Александровича Собчака. Ксения, тебя выдавали так вот, чтобы было проще. Как тебя дома зовут? Ксюша. Все ушли, и даже мама, серый дождь идет с утра. У меня сегодня замуж вышла старшая сестра. Будет черная машина, будут танцы до пьяна. Пляшут женщины и мужчины, только я совсем одна. Ты кого любила я? Ты тогда зачем это сделал? Не то, что мучил нас этой песней, а позвал... Нет, мы тогда хотели, чтобы у нас сыграли как бы дети известных родителей. Дети известных родителей. Саша Лае играл, потому что, слава, это реклама напитка популярного, и поэтому Саша играл как Сидоров в этой программе. Сережа Боярский как бы, ну, потому что они жили в одной парадной, плюс, опять же, сын Михаила Боярского и Лариса Лупьяна. Не надо, чтобы их на одной машине... Нет, нет, нет. А Ксюша, так ведь получилось, это была одна из первых ее записей. И насколько я знаю, тогда госпожа Нарусова и Анатолий Александрович, они уехали в Японию там на какую-то встречу, а Ксюша, я не знаю, по крайней мере, так мало говорит, что она специально осталась для того, чтобы принять участие были в клубе. Мы до передачи, мы всегда встречались с артистами, проговорили какие-то истории, проговорили. Мы с Мишей Корякиным, ты Мишку тоже хорошо знаешь, как бы мы приехали в гости туда, вот на мойку, в этот дом, на первом этаже Михаила Сергеевича, на третьем, на четвертом, Анатолий Александрович Собчак, мы были в квартире. Я тебе могу сказать, у меня тогда дети, моим было 12 лет, моим детям, да. Когда Ксюша была, она была на год старше. Вот я тебе могу честно сказать, что мы сидели, разговаривали, у меня было впечатление, что я разговаривал с маленькой женщиной. То есть она была в 13 лет, я сравнивал со своими, уже просто взрослым человеком, понимаешь? Вот это было очень забавно, когда вот в этой же игре есть история, которая про Растроповича, и она, значит, эту историю про собачку, которая там в портфеле как бы там нагадила, и Растропович бедный там вытирал туалет, там все, потому что он собачку вынул, он не знал, что собачка отряхивается, когда она мокрая. Собачка отряхнулась, и все было, вот. И Растропович, он весь рейс, он вытирал туалет салфетками, пока летела от Петербурга в Париж. Я говорю, это нельзя, Растропович это друг вашей семьи, нельзя про него эту историю рассказать. Да что, Ксюша, мне тогда очень понравилось. Говорит, давайте я про папу расскажу тогда эту историю. Я говорю, Ксюша, это тоже нельзя делать, потому что папа приедет и нам просто как ставит. А папа, по-моему, уже тогда сыграл, нет, еще не играл тогда, не играл, это мы снимали в гостинице Ленинград, да, точно. Папа не играл. То есть я говорю, такого нельзя как бы, но все-таки она так вот про одного знакомого эту историю тогда рассказала. Нет, мы просто вот потому что хотели, мы же хотели, чтобы у нас сыграли государственные мужи просто, да, ведь у нас сыграли члены английского клуба. И мы хотели, я даже честно тебе скажу, не глумились никаким образом, не богохульство, хотели, чтобы сыграли батюшки. Просто, отец, а веруешь ли ты? Вот так, в шутку просто, понимаешь? Вот, чтобы вот, и, и чтобы вот даже была идея, ну, тоже как бы нас там в какой-то момент, по-моему, даже Алексей Рябакуни остановил, чтобы заключенные сыграли. То есть, знаешь, я понимаю, что это так, может быть, народу было бы неприятно сидеть так, знаешь, это, да, редиска нехорошая человека, да. На спине должна быть наколота красная или черная карта. На спине поворачивается, а там правда и неправда. Хотели показать вот все слои общества, которые должны были играть для вкуса. Но то, что у вас случался разгуляй время от времени, я вот даже не знаю, это было задумано, или это называется... А со мной, ну, ничего не репетировало, как выходило со мной, так и выходило. Душа начинала петь, и ее уже было не оставить. Да, и внутренние вот какие-то, у нас же было, мы же, у нас не было редакторов, мы с Мишей сидели на монтаже и сами собирали эту программу. Ну, вначале Олег Силович, я помогал. Встретились однажды Стругачев и Гальцев на передаче. И тут, собственно говоря, понеслось, да, Витя Сухороков, это вы увидите затылок сзади, это как раз Сухороков, внимание на экран. ПЕСНЯ Сейчас я. Сначала женская. Третий год живу одна, холодна мне спальная, из окна труба видна, но очень сексуальная. Тебя отрезать, ты же там тоже вступишь. Да, я сейчас. А я там еще не сказал. Про голубейка. Хочешь сейчас допеться? Да, сейчас я. Тоже приличненькую, да? Пускай, да? Пускай. В Вологодскую тюрьму залетели гуреньки, залетели, залетели, а обратно нифига не вылетели. Ну да ладно, это называется, кто знает, получил удовольствие. Я всю жизнь сдал только одну частушку. Спать ложусь я под подушку, твою карточку кладу, собираюсь увеличить фотомордочку твою. Это я знал с детства частушку. А тут вот как-то так я, не готовясь, опять же, я просто вот однажды прочитал, она мне засела в голову. А, она такая. Прогулять. Да, да, да. И так она просто вырвалась. Я смотрю, все поют, а что бы им нет в ней спеть. Обратно нетушки. Обратно нетушки, не могут, да. Ты знаешь, я вот сейчас, так сказать, постепенно двигаюсь в сторону благодарственных слов, твой адрес. И я понимаю, что сегодня вот этим общением ты не без моего участия людям подарил какие-то ощущения молодости. Потому что это было когда-то давно, это было хорошо, это было ярко, весело. И сегодня вспомнить, посмотреть на молодых в большинстве. Ну, это только Прохоров не меняется. А молодые, вот они там. Не так, как сегодня. А я всю жизнь всем говорю, давайте сделаем такую программу по волне вашей памяти. Даже не моей, а по волне вашей памяти. По моей уже Тухманов сделал. Да, да, да. Потому что вот каждой истории, вот каждому гостю, который вот мы сегодня смотрели, ведь я могу рассказать, как складывались отношения с ним, как мы его кого-то уговаривали. С кем-то вот получалось, не получалось. Когда у нас однажды играл господин Холмс, да, Ливанов, Василий Борисович, да. Ну, вот в этот момент, вот когда я играла Голубкина и Кахи Кавсадзе, да, Абдулла, как бы, да, и Шурочка Азарова, да, вот у меня почему-то, ну, я не знаю, вот как заперло в голову, заклинило, Василий Иванович. Не Василий Борисович, а Василий Иванович. Я вообще не знаю, ну, как Чапаев, как Петька Чапаева, понимаешь? Василий Иванович. И он так на меня смотрит, и говорит, если еще раз ты скажешь мне, Василий Иванович, я встану и уйду просто, понимаешь? То есть для меня тоже был какой-то иногда вот урок, а мне не перестроиться. Все, у меня зациклилось. Я все время Василий Иванович, Василий Иванович, Василий Иванович. Голубкина говорит, а вот человек, вы можете как-то по-другому называть нашего гостя, а мне ничего с собой не поделать. Понимаешь? То есть я говорю, что вот под каждую историю, под каждого гостя иногда можно просто вспомнить, как вообще происходило наше с ним общение. Никто не уходил? Нет, никто никогда не уходил. Не было такого? Нет, никто никогда не обижался. Нет, никто никогда не обижался. Как-то вот и подарки всем были хорошо и в то время, и мы прекрасно понимали, что эти подарки нужны даже. Я знаю, что, например, Жариков выиграл тогда телевизор, он говорит, да я его оставлю здесь, в Питере, у меня есть там знакомый. Чего я его в Москву повезу? Однажды, когда я помню, мы провожали ребят, которые Лысенков приехал, ну, как бы, да, то есть Саша Глевич, то есть они приехали, вот как московская вся эта история, как бы, да, там, с тех каналов, и вот я помню, мы их провожаем, и вдруг я вижу по перрону нашего московского вокзала идет человек и тащит матрас. Я думаю, господи, ну как можно из Питера в Москву везти матрас? А это Хмельницкий шел, да, Борис Хмельницкий, и нес огромного медведя, который, ну, вот у него такая была, как это, робо, рубашечка, как в матрасе, знаешь, вот эти полосочки белые, либо синие, либо красные. И он вот этого медведя, которого мы ему подарили, он его пер просто. А когда мы Диме Маликову подарили медведя, вот больше, чем ты, Феликс, вот не поверишь, такую вот игрушку нам кто-то подарил. Ну, дали, у нас тогда спонсоры были какие-то детские игрушки, медведь был больше себя ростом, мы Диме Маликову этого медведя подарили. Он говорит, меня в самолет не пускали. Это называется история с пролонгацией. А кому его оставишь? Люди хотели забрать такую огромную игрушку, это как чучело просто. Прекрасные были, прекрасные были призы, и прекрасное было время. Я, когда готовился к этой программе, я, естественно, все это пересматривал. Ты готовишься, это хорошо. Это редко, надо было сказать. И я, ты знаешь, пересмотрел одну из наших встреч, их было несколько. Я посмотрел одну из наших встреч, во-первых, всегда приятно посмотреть. Каким ты был. Да, каким ты не остался, я бы так сказал. И после этого, ладно, сначала фрагмент, потом скажу, что было после этого. Внимание на экран. Вбинка, наверное, нет? А веришь ли ты, что у меня приятель ближайший мой, он смотрит сейчас... Это не он, это я по-другому говорю. Да нормально, но в незнакомой обстановке столько людей смотрит, в конце концов. Он не уверен еще. Так, приятель, он сейчас смотрит. Все хорошо. Все хорошо, да. Все. Какая любовь, а? Все. Это дружба. Значит, приятель у меня смотрит сейчас по телевизору, и я вот... Ну ладно, бог с ним, потом я тебя буду разводить за историю с приятелем, и там просто будет суть в том, что приятель тоже Сергей. Я стал вспоминать, потому что мы посмотрели, что я выиграл в конце, и мы с женой, это было два дня назад, говорили, а где эта палатка и спальный мешок? Мы стали искать по дому, потому что это где-то ведь до сих пор лежит, ты не поверишь. Вот, так что спасибо тебе за то, что даже сегодня дарил всем вот этими фрагментами и этими воспоминаниями прекрасное настроение. И сегодня не только тебе все доставляло удовольствие, но и ты в очередной раз доставил удовольствие, и я предполагаю всем, кто нашу программу смотрел. Огромное тебе за это спасибо. Тебе огромное спасибо, что позвал. Мне было приятно вспоминать и армию, и институт Пастера, и все-все-все. И, конечно же, Блев-клуб все-таки 16 лет жизни, и удивительные люди, которые в нем играют. Удивительные люди, это вообще самое дорогое, что у нас есть. Да, общение. Спасибо вам, удивительные люди, что вы все это время были с нами. Следующая наша встреча ровно через неделю. Слушай, ну, по-моему, хорошо посетил. Спасибо. Да, вставай. Ну, да, вот мы как-то на фоне. До свидания, спасибо. Сейчас нас раздем, ну, там уже. До свидания.